о чем сегодня будем говорить я хотел рассказать вам про такую штуку как паттерны загрузки шрифтов для демо я буду использовать будет как мини-баркшопчик такой-нибудь к презентации у меня есть сайт который выглядит вот так вот лучше раз собак покажу но понятно у нас есть индекс html очень просто в нем есть пророк заголовок в нем есть ссс и мы подключаем две библиотеки джеклэк для того чтобы просто я там что-то вывинил на него можно обращать внимание и маленькая туза которая называется font-face-observer собственно она нам будет помогать неправильно заряжать шрифты для веба выглядит сайт вот так вот для тех кто любит доска работал под досом он должен вызывать тепло ламповое чувство душа и начнем с того что я сначала расскажу вам какие два вида отображения кастомных шрифтов в браузере до того как они заразились собственно их только два и работают они везде в разных браузерах по-разному но суть сводится к двум вариантам первый вариант это когда у нас промелькивает абсолютно пустая страница без шрифтов в этом браузере грузит и второй вариант когда у нас промелькивает страница в которых шрифты не подгрузились но используется какой-то заменитель системы нас такой не устраивает нам не нравится когда за все идет непредсказуемым мы хотим что все браузеры показывали одинаково в конечном итоге нас интересует такой ведь мы используем шрифт который называется dos 357 и мы хотим чтобы когда он отобразится все вело себя предсказуемо открываем первый наш джаваскриптик мы создаем observer для шрифта доска для начала получившихся CSS или CSS у нас есть font family dos и я подключаю только один tool type font для мака потому что мне других не нужно не будем сейчас на этом останавливаться но в принципе если вы подключаете к основной шрифты помните о том что не все браузеры и не вся персональная система работа с ctf надо подключать все варианты я в конце презентации еще расскажу о том какие тулы использовать для того чтобы генерировать правильный фонфейс на весь байдер у нас завершен font family dos и пока не обращайте внимание на то что закомментировано я тоже к этому вернусь и наш байдер переходим в джаваскриптику мы создаем observer для шрифта фонфейса дос наша основная задача для первого кейса это просто подождать проказа розицы шрифт и потом отобразить красиво сайтик такая задача в принципе для типичных сайтов на которых мы хотим познакомить нашего клиента с сайтом в полноценном виде не хотим чтобы ничего перед ним не млекало это больше подходит для каких-то небольших презентационного вида сайтов как это выглядит когда мы перезагружаем страничку я не знаю как у вас будет со скоростью доступа может вы не видите как промелькивает что-то вы пинуете меня окей я буду останавливаться рассказывать что должно происходить по крайней мере хоть на славах объясню мы видим то что у нас а для начала еще добавим троттлинг если кто-то не знает что в хроме есть троттлинг это очень полезная штука это имитация скорости доступа к интернету по моему даже уже в фарфоксе есть встроенная встроенный троттлинг в макосе но еще очень важный момент что троттлинг работает только для серверов то есть нужно полято патч если просто открыть html файлик в браузере троттлинг не сработает если у вас будет такая проблема обратите на это внимание мы выберем давайте какой-то апокалиптический сценарий выберем gps человек работает в глубинке в барах у него очень медленный интернет через gps консольку мы ждем ничего не показывает мы ждем пока зародится шеи посмотрим на фрак должно займить порядка 10 секунд вот ошибка там какая-то вылезла да у нас не поймали брауз он не дождался за русских шрицах мы можем немножко уменьшить уменьшить троттлинг и что-то на все зародится да чуть-чуть увеличили скорость интернета и наш сработал и сработал файдин и в общем базе показался для того чтобы сейчас мы вернемся к кому как поймать эту ошибку чтобы она больше не появлялась у нас сам храм по умолчанию по идее не должен отображать системный шрифт но в 51 и 52 храме обновился таким образом что если после нескольких секунд он не не смог загрузить шрифт и показать его он показывает системный хотя некоторые сайты говорят что он не придет до конца это уже изменилось поведение и можем перейти ко второму гиоскриптику у нас есть вот здесь сразу обратите внимание вот этот ключ который мы будем использовать для того чтобы эта ошибка больше не появлялась мы не вернемся здесь у нас есть два шрифта и мы хотим чтобы оба загрузились например у нас есть будет здесь здесь обычный нормал досболд не существует поэтому у нас должна вывалиться такая же ошибка когда мы пытаемся дождаться окончания за русский нормал и болта у нас в баде не появится мы используем сейчас часть на второй если где-то туплю и делаю ошибку вы замечаете и говорите окей вот вывалился наш праймс как перешим эту проблему мы добавляем этот кейт такое случается шрифт не загрузился отводилась цдн мы шрифты не всегда используем локально используем цдн цднн могут падать переработать очень долго и шрифт отваливается добавляем кейт пробуем еще раз сработал наш кейт всем родного не ждут браузер отобразил то что смог заразить смог заразить только норму таким образом можно заражать несколько шрифтов можно огромную семейство заразить можно держаться все 20 шрифтов которые использовали на сайте все начертания и таллики и болты все заразятся это показывать если вы хотите прям совсем соблюдать полную целостность сайта если что я выложу позже если вдруг кто-то хочет посмотреть остановиться на чем-то я выложу это на гитхабе висит пример можно было посмотреть третий вариант это когда мы понимаем что трек может быть медленным и мы хотим ограничить по времени если у нас шрифт заражается там больше минуты это нас не устраивает мы хотим что-нибудь показать пользователю а не ждать пока он разозлится и выйдет увидит пустой экран для этого мы добавляем очень простую функцию таймер и добавляем promise race что это вот promise race он можно догадаться соревнуется между таймером и load если у нас заражается заузка берет на себя больше времени чем 50 миллисекунд он вылетает через кетч по идее с нашим троттингом это должно случиться да таймер превысил ожидания и варить в наш кетч если мы таймер уберем то он все равно поймает этот же кетч но он разойдет через какое-то время непредсказуемое так таким образом если у нас есть больше 500 шрифтов но мы хотим не ждать у нас для этого есть таймер но если мы хотим например там нужно стремиться что первый экран должен отображаться очень быстро особенно если это какой-то hero unit на котором там один шрифт и три слова мы хотим показать его как можно быстрее для этого у нас есть четвертая заготовочка в котором используется порядок для зарусских шрифтов как что происходит мы заряжаем первый болт который используется на первом экране и допустим предположим что у нас на сайте есть пять экранов на которых используются более тяжелые или просто другие шрифты мы их кладем в очередь и соответственно если у нас заразился первый мы уже показываем байди если первый не заразился что-то сломалось мы все равно показываем байди ну что делать уже не прогонять же пользователя и пытаемся если заразился первый второй тоже так же ловим если второй не смог заразиться сюда в любое место можно вставлять любую логику подменять шрифты если у нас не подготовлен какой-нибудь системный шрифт то его можно подготовить можно добавить какой-то фолкбэк который мы сейчас придем как с помощью нашего фейс-обзервера сделать фолкбэк для этого нам придется вернуться в нашу css-очку мы раскаменчиваем класс fontsloaded это кастомный класс он специально так называется мы удаляем from family dos из нашего баги и наш баги будет показан по умолчанию в индексе мы меняем наш пятый jss-очку и возвращаемся к jss-ке что по локе должно происходить мы заражаем первый dos в случае если все окей заразилось то мы добавляем класс fontsloaded и соответственно shift подменяется на тот красивый который мы задумали и пока я закомментировал на это а то наше положение которое мы не использовали то чтобы проверять кэш можно вопросик тебе слушай такой очень самый базовый вот ты используешь класс font-face-observer это вообще что это что-то встроенное или это твое что это такое это такая библиотека в npm лежит можно подключить как отдельно джесс он независимый практически от чего он отличается есть еще аналогичная библиотека которая называется по-моему font-face-loader он отличается тем что он проверяет загрузился лишь шрифт наблюдая за scroll ивентами и как они там описывали я не сильно вдавался подробностей как они описали этот font-face-observer очень и очень с маленьким процентом ошибок загрузился причем загрузился именно тот который нам нужен на конкретном браузере на конкретной операционке наблюдает за поведением на странице за поведением текста я понял а DOS по сути это имя файла DOS это имя файла да имя font-face у нас есть DOS.tf он называется длиннее я просто назвал его короче DOS.tf ага я понял все окей супер возвращаемся так все должно сработать браузер перезаряжаем как мы видим у нас показан системный шрифт какой-то и все это подменился на красивый DOS.tf для системного я использовал курьер 4 сотого начитания и может быть если курьера нету любым который есть в системе таким образом мы сразу показываем пользователю уже более-менее похожий на DOS кэши и ждем когда она загрузится красивый для того чтобы еще облегчить нам задачу если мы знаем о том что польза не в первый раз можем в local storage в social storage точнее добавить в наш флажок о том что шрифты были загружены и то что она лежит в кэше и при повторном странице мы проверяем если нашла в iPhone loaded это самый простой пример добавить класс и проверять флажок можно использовать более изощренные вещи в сессии local storage как вам нравится это самый простой пример открываем первый раз шрифт загрузится и отображается возможно написала что тоже в кэше потому что я уже использовал этот пример если мы посмотрим в network то он загружался сейчас я перезвожу страницу без шифта до этого я делал с шифтом для того чтобы начинался кэш и по идее он отобразится очень быстро и здесь должно написаться вместо времени должен написать from cache да он from cache моментально отобразился и консоли на бюджерах что дослужил кэш ну в принципе с фонфейс обзорвером у меня все еще 5 часа бонуса пока писал хочу обратиться к другим строчкам в css первый давайте так сделаем паузу у кого есть вопросы по фонфейс обзорвер по поведению шрифтов потому что я еще впереди к цветам вроде все понятно я так и надеялся максимально просто пытался объяснить я использовал background color по модельке hsla я не знаю насколько она популярна может быть она реально популярна и мне показалось что все используют агбр но насколько я знаю я не знаю почему откуда такая мода пошла возможно потому что это hsla появился как формат немного позже чем агбр но на мой вкус он намного удобней и сейчас объясню для чего что такое hsla это расшифровывается как hue saturation lightness и альфа по аналогии с rgb может быть просто rgb и здесь может быть просто hsl без альфа канала с первым это цифра означает какой цвет из спектра мы выбираем и это намного удобней выбирать цвет чем выбирать по rgb конечно есть пипеточки конечно есть фотошопе которые можно выбрать но если вы просто грубо говоря играть с цветами и подобрать цвет то hsl для этого подходит гораздо лучше то есть мы выбираем какой-то цвет из спектра вторым параметром мы настраиваем saturation это его насыщенность второго наверное кто знает хорошо понимает о чем я говорю и третий параметр это его яркость может быть темно-коричневый может быть ярко-красный ну и четвертый альфа канал по аналогии с rgb чем удобен такой еще подход с hsl возьмем на наш background в баги мы хотим например добавить такой эффект ну очень простой например что пока в баги загружается мы хотим его делать теплым как это делается в rgb маркере допустим у нас есть rgb модель вот не угадал я кстати red green blue был последний вот такой у нас синенький как мы пытаемся допустим подобрать какой-то темный цвет для загрузки мы открываем нашу кипятку и просто там тыкаем куда-нибудь вместо потемнение я думаю это все дело если не делали то так это выглядит три ноля можешь ставить да и все нет три ноля просто чтоб черный а если мы хотим просто что во время загрузки будет чуть темнее и когда у нас заряжается страничка мы хотим красивым транзишном появлялась излево как будто рассвет на странице происходит мы просто тыкаем пипеткой вниз ищем цвет и не всегда мы попадаем точно у нас могут быть примеси к этому других цветов и не совсем это удобно хотя и в принципе работает не забивайте себе мозги если что как это у нас есть просто показатель стопроцентной яркости мы просто его уменьшаем до нужного варианта о, смотри а пипетки в этом случае не появляется да? не появляется да но она точно так же работает как и с RGV моделью то есть придется двигать а если мы просто используем процентный показатель яркости то мы очень легко его можем регулировать и мы четко попадаем в тот отрезок спектра который нам нужен соответственно если мы например делаем какие-нибудь анимации при помощи кода то есть регулировать эту модель тоже гораздо проще для понимания чем регулировать отдельно каналы RGV если кто-то не использовал попробуйте мне кажется за ней будущее она гораздо более приспособлена для общения с человеком ну еще в качестве бонуса расскажу вам как готовить шифты для того чтобы их использовать на сайте есть два сервиса которые я использую первый это фонд Squirrel может кто-то его знает может кто-то не знает это лучший сервис у него единственная проблема он не всегда хорошо работает с шифтами которые защищены авторскими правами я вас не призываю три шифты это очень плохое дело на них очень тратят много времени разработчики шифтов что это недорого но не всегда когда у нас есть даже законы добыть шрифт возьмем веб версия и нам нужно сгенерировать для них для этого мы просто сюда загружаем наш шрифтик для этого сейчас мы найдем наш тосс и сделаем из него фондфейс ставим иголочку что у нас он легально находится и если шрифт не защищен специально то есть сам фонд спирал он принимает заявки шрифтов если шрифта не хочет чтобы из него генерироваться фондфейс то нам просто выглядит о том что сейчас у нас по моему фондфорс нам сгенерировали фондфейс в нем есть вов вов 2 и тдф у нас есть готовая демка выглядит шрифт очень классная красивая демка все символы подтянулись все болды там забрать можно выбрать режим эксперта и посмотреть есть ли у нас здесь например кириллица важна для заказчиков или для Китая или Германии можно проверить здесь нет смысла останавливаться можно посмотреть самая главная проблема при его замечательности что он бьет за незаконно будет шрифт если мы с таким сталкиваемся есть тройк он немножко проще и демка которую он генерирует проще но работает так же тут совсем примитим интерфейс просто один input с файлом даже несколько шрифтов нельзя подразить и все converting down load сейчас такой же наш зип и в нем лежит такая рубенка не идентичная но похожая будет цсс готовые зверенные иот svg и svg есть вот такая пуза я все это сервис который позволяет определить какой шрифт используется на какой-нибудь картинке допустим мы хотим типичная задача да то есть у нас есть какой-нибудь баннер готовый на флэше и нам его распарсить и найти как в нем шрифт используется очень лень мы делаем самый простой вариант это скриншот и запускаем скриншот закрываем с вводы фонт сейчас он поанализирует взгляд по букве наружу да и предлагает нам подставить пропущенную букву еще раз сейчас там сообщит какой шрифт используется на гугле то есть скидываю 90% у нас общен санс давайте проверим правильно я вас познал открываем гугл не факт ну на самом деле шрифт очень просто и очень плохо видимо других самыми простыми очертаниями так что определился правильно обычно используется не угадал но это плохо работает на очень распространенных и похожих шрифтах и отлично работает на каких-нибудь лобстерах которые узнаваемые но которых мы не знаем и в принципе у меня все высокотенькие вопросы я вас жду наверное все всем все понятно я так и надеялся сейчас я старался максимально а самая большая проблема еще с hsl моделью цветовой то что ее нельзя скопировать из фотошопа по умолчанию вот так выглядит окошко color picker мы видим есть hsl который не совсем соответствует потому что браузер понимает в 80% случаев вы попадете в цвет но иногда он может вас подвести для фотошопа есть какой-то плагин для мака есть программа которая называется hsl color picker если не ошибаюсь ну легко нагуглиться просто google вбиваете hsl color picker for mac и он найдется и у меня здесь еще есть скриншотик с сайта can i use говорит о том что мячеслав можно использовать смело но к сожалению и шачок начиная с 11-го так и поддерживает то есть если у вас я не уверен насчет 10-го и 9-го то есть он здесь пропущен и вполне возможно что он частично поддерживает но если вы очень-очень не рассчитываете поддерживать пользователя microsoft то придется про число временно забыть пока они все не наверх шка до 11-го если вдруг кто не знает что такое can i use это вот такой вот сайтик сюда просто вбиваем то что мы хотим найти нам тут же показывает можно ли его использовать если для примера мы видим RGB RGB чтобы не работает RGB также не поддерживается в e8 если кто-то кто-то не знал и на штуках окей если кто-то знаешь тоже интересно связано со шрифтами расскажите прямо сейчас погибайте всем а у меня это у тебя сайт на localhost я на самом деле использовал localhost только для того чтобы то я мог генерировать с медленно интернет и боялся что у меня где-нибудь гостин оплакаться понятно хотя я вот как видишь самодельный использую cdn для руксервера сам не следует своим же показаниям окей вопросов нет тогда всем спасибо послушали